Новогодние каникулы позади, правоохранительные органы МЧС и медицинские учреждения подводят итоги праздников. Весь деле в Крыму обошлось без происшествий. Крымчане с размахом провели уходящий год. Изобилие блюд и напитков на столах оставили свой отпечаток на самочувствие. Как держать себя в тонусе во время рабочей недели, рассказали специалисты. Мне нужно резко начинать голодать или садиться на какую-то жесткую диету. То есть количество съеденных нужно уменьшать постепенно. Владимир Путин посетил Севастополь. На полуострове президент провел совещание по развитию оборонного комплекса. В частности, речь шла о подготовке специалистов для военной отрасли. Помимо этого, Путин посетил севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища. Также глава государства посмотрел за совместными учениями Черноморского и Северного флоту в Черном море. Президент наблюдал корабельные стрельбы ракетами «Калибр» и «Кенжал» с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». Руководил учениями, в которых участвовало свыше полусотни кораблей главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Новогодние каникулы. Время отдыха для большинства жителей страны, в том числе и крымчан. Несмотря на это, на рабочих местах в любое время суток остаются медики, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и другие чрезвычайные ведомства. Сколько пожаров было зафиксировано в республике в праздничные дни? Какое количество крымчан отправилось на больничные койки? И где в Крыму пострадало больше всего любителей зимних видов спорта? Об этом более подробно расскажем в следующем сюжете. Гора Айпетри в начале 2020 года стала точкой притяжения всех любителей активного отдыха. Это единственное в Крыму место, которое во время новогодних каникул порадовало жителей гостей полуострова снегом. Именно здесь и произошло большинство несчастных случаев. Так, 8 января в службу спасения поступил сигнал, что в районе поселка Охотничий женщина получила травму, катаясь на сноутюбинге. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом травма позвонка и ушиб внутренних органов. Мы акцентируем внимание отдыхающих на том, что на территории Российской Федерации были зафиксированы трагические смертельные случаи при катаниях на так называемых ватрушках и призываем жителей и гостей Крыма соблюдать элементарные меры предосторожности. О пострадавших на горе Айпетри сообщают и крымские медики. 26 человек были доставлены в больницы с различными травмами. Среди них травмы коленового и голеностопного суставов, ушибы. Несмотря на это, специалисты отмечают, эти новогодние каникулы стали одними из самых спокойных за последние несколько лет. На протяжении последних пяти лет это самый спокойный год. Меньше всего пострадавших обратилось в лечебные учреждения. Мы можем судить даже по городской больнице номер 6 города Симферополя. Полиция скорой помощи приняла 787 человек с первичными травмами, что для этого периода с 31 декабря по 8 января является рекордно малым количеством. За помощью к медикам в период новогодних каникул чаще всего обращались с ушибами и растяжениями, а также было зарегистрировано порядка 100 переломов. Пять обращений поступило с травмами кисти. Причиной послужили атрибуты Нового года – фейерверки. На чеку в праздничные дни были и крымские правоохранители. Они обеспечивали порядок в том числе во время проведения массовых мероприятий. В ходе общественных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества, в Республике Крым сотрудниками органов внутренних дел обеспечена охрана общественного порядка. Благодаря принятым мерам, существенных нарушений общественного порядка и безопасности граждан не допущено. В режим повышенной готовности в период новогодних праздников были переведены сотрудники МЧС. С начала года в Крыму было зарегистрировано более 40 пожаров, из них 38 в жилом секторе. Спасено 4 человека. На особом контроле у ведомства стояла ситуация на горе Айпетри. Целью было не повторить ситуацию прошлого года, когда 4 января около 100 машин остались на ночь на горе Айпетри, заблокированы со стороны Ялты и со стороны Бокчисарая. Этого удалось избежать в этом году. Пропускной режим на горе Айпетри работал, пропускались машины только 4 на 4, весь легковой автотранспорт разворачивался и не допускался наверх. Это дало свои результаты, удалось избежать тех неприятных и чрезвычайных ситуаций, которые случились в прошлом году. Несмотря на завершение новогодних каникул, в чрезвычайных ведомствах крымчан и гостей полуострова просят соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Мария Моссур, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ. Встреча Нового года в семейном кругу – настоящее счастье, которое может стать тяжелым испытанием в послепраздничные дни. Тому подтверждение новогодней выручки магазинов и обострившиеся заболевания пищеварительной системы после новогодних посиделок. Недельный запас продуктов поедается за несколько дней. Как быстро восстановиться после новогодних праздников и адаптироваться к рабочим будням, расскажет Анна Беляева. Длинные выходные изрядно расслабили крымчан. После стольких дней лени и обжорства нужен еще как минимум один выходной, чтобы собраться с мыслями и настроить себя на работу. Многие жители жалуются, что новогодние каникулы уже очень длинные и изрядно портят режим. В большинстве случаев застолья в эти дни пестрят вредной пищей и алкогольными напитками, а это негативно отражается на здоровье. Не нужно резко начинать голодать или садиться на какую-то жесткую диету. То есть количество съеденного нужно уменьшать постепенно, стараться придерживаться пищи, содержащей больше клетчатки, это растительная пища, меньше жирного, то есть отказаться уже от каких-то колбасных изделий, копчености. Первый рабочий день утром можно подбодрить себя зеленым чаем с кусочком шоколада. Резкий выход из состояния спячки для организма большой стресс. Лучше начать заранее, готовиться к трудовым будням и уже сейчас настраивать свой режим. В этом году новогодние празднования заканчиваются в середине недели. Впереди крымчан ждет продолжение банкета, двухдневные выходные. Сами жители крымской столицы уверяют, с алкоголем не усердствовали, а лучшее лекарство от головной боли и переедания – ходьба и прогулки на свежем воздухе. В новогодние праздники я приглашаю к себе всех лучших музыкантов, поэтов, композиторов, писателей. К себе в Дубки, у меня большой клуб, творческий клуб, и мы там проводим встречи. Читаем стихи, поем песни, бардов приглашаю всех. Вот так мы отходим от новогодних праздников. Выйти из дома, перестать есть оливье и начать жить по-новому. Могу сказать одно, что нужно себя держать в рамках и в руках, это самое главное. Ну а второе – не забывать выходить на улицу. Слеживодок всегда на пользу. Посидели нормально, все, с семьей, по чуть-чуть выпили и все. Выходя на улицу, лучше пройтись до работы пешком, по возможности отказаться от общественного транспорта, рассказывают специалисты. Это благоприятно подействует на организм и поможет взбодриться. Анна Беляева, Артур Добряков, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В России появился национальный стандарт для жевательного табака. В нем перечислены ингредиенты, которые могут входить в состав. Табачное сырье, глицерин, пропилингликоль, пищевая соль и натрий-двуглекислый. На упаковке обязательно должна содержаться информация об изготовителе и составе, а также маркировка 18+. Цель создания этого стандарта – возможность отличать жевательный табак от СНЮСа. Дело в том, что СНЮС запрещен для реализации на территории России, но по способу употребления и упаковки этот табак похож на жевательный. Ранее Госдума выступила с инициативой ввести уголовное наказание для оптовых и розничных продавцов СНЮСа и Насвая. В настоящее время за реализацию этой продукции предусмотрен штраф. Мы продолжаем эфир и вот о чем будем говорить далее в выпуске. Платить за детский сад по новым правилам Симферопольская администрация изменила правила оплаты за уход и присмотр за детьми. В связи с участившими обращениями родителей, что дети, которые остаются в группах с 12-часовым режимом работы, требуются еще и ужин. Глава Крымского управления МВД Павел Каранда открыл в Евпатории мемориальную доску в память погибшим милиционерам. В Керчи женщина обратилась с жалобами на головные боли к мануальному терапевту, который провел массаж. В итоге, вместо улучшения самочувствия, у пациентки сломана шея. Сейчас следком проводит проверку. По словам жительницы Керчи, массажист сначала прогрел шею ультразвуком, а затем приступил к процедуре. После нескольких манипуляций она почувствовала сильную боль. Однако медик отметил, что все идет по плану. Уже утром женщине потребовалась госпитализация в нейрохирургическое отделение городской больницы. Ей диагностировали перелом шеи. Сейчас инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Ведомство проверяет терапевта по поводу некачественного оказания медицинских услуг. В судаке сотрудники полиции задержали пьяного водителя. Для этого им пришлось применить табельное оружие. Сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль, вызвавший подозрения, и потребовали от водителя предъявить необходимые документы. Однако мужчина продолжил движение и попытался скрыться. Полицейские отправились в погоню, в ходе которой неоднократно требовали остановиться и предупреждали о намерении применить табельное оружие. Все это нетрезвого водителя не испугало. Он продолжал ехать, выезжая при этом на полосу встречного движения, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Полицейские были вынуждены выстрелить по колесам автомобиля. За рулем иномарки оказался 35-летний местный житель. В настоящее время он привлечен к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному требованию сотрудников полиции. С нового года в симферопольских детских садах изменилась ценовая политика. Часть родителей теперь сможет платить меньше. Это касается тех, чьи дети пребывают в дошкольном учреждении менее 10 часов. В случае с продленками стоимость услуги, напротив, увеличится. В какую сумму теперь обходится детский сад и как разобраться в ценах, расскажет Никита Егоров. Симферопольским родителям, чьи малыши ходят в детсадовскую группу длительного пребывания, придется платить немного больше. Столичная администрация опубликовала соответствующее постановление. Теперь за пребывание в ясельных группах до 12 часов цена составляет 125 рублей в день, а выше 12 – 150. В прошлом году дошкольные учреждения осуществляли питание дошкольников. Это завтрак, обед и полдник. А в связи с участившими обращениями родителей, что дети, которые остаются в группах с 12-часовым режимом работы, требуется еще и ужин. В 12-часовые группы мы добавили ужин. Вместе с тем, за детей, которые проводят в детсаду менее 10 часов, платить можно будет меньше. Стоимость одного дня в группе составит лишь 105 рублей в день. Раньше эта сумма составляла 110. Такие же изменения касаются и дошкольных групп в детских садах. 123 рубля за пребывание до 10 часов, 150 – до 12, и 180 – свыше 12. Впрочем, бояться повышения цены родителям не нужно. Часть денег государство вернет. За каждого ребенка и за каждый день возвращение идет на основании постановления Совета Министров. Это 108 рублей возвращается родителю. И при том же хочу обратить внимание, что если один ребенок посещает дошкольное учреждение, то это возврат идет 30%, если два ребенка – это 50%, если три и больше ребенка, то это 70%. Есть также категория граждан, которая может не платить за посещение детского сада. Льготы предусмотрены для детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей. Детей с туберкулезной интоксикацией и детей, у которых один или оба родителя являются инвалидами. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Евпатории появилась мемориальная доска погибшим милиционерам, участникам евпаторийского десанта. Памятный объект установили на фасаде городского отделения полиции. Открывал его министр внутренних дел Крыма Павел Каранда. В Евпатории почтили память милиционеров, которые участвовали в одноименном десанте. Именно героев советской армии увековечили на мемориальной доске, закрепленной на фасаде административного здания городского отделения МВД. Начало января 1942 года было страшным временем для Евпатории и всего Крыма. Для освобождения города на берег высадились десантники и специальная группа, состоящая из партийных и советских работников, а также сотрудников НКВД и милиции. 22 сотрудника евпаторийской милиции участвовали в евпаторийском десанте и практически все погибшие, выполняя свой долг, защищая нас. Героев, которые отдали свои жизни, нужно помнить хотя бы их имена и подвиг, что они совершили. Люди, погибшие, спасая родную землю, должны стать примером для каждого. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. Таковы новости сегодняшнего дня. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ, а я прощаюсь. Всего вам доброго.